Заповедь помнить об Амалете. Здесь у вас приведено ниже от Эва, который в книге Исход. И сравним его с тем, что у нас здесь написано в книге Второй Законии. Значит, в книге Исход написано так. Господь говорит Моисею, запиши это на память в книгу, внуши это Яошуа, что Я, говорит Господь, то есть Всевышний, сотовит память об Амалете из-под неба. А здесь у нас сказано не так. Здесь сказано, это ты помнишь, что сделал тебе Амалет, и что он плохо поступил, и вот поэтому ты его сам уничтожил. То есть, если в книге Исход было сказано, что Всевышний говорит, я его уничтожу, то здесь оказывается, вдруг у нас второзаконие, что когда говорят, Всевышний говорит, я сделаю, значит люди сделают. И это касается всего там. Если Всевышний говорит, что он построит храм, и там храм спустится с неба, то значит мы его должны сделать. Если скажут, что Всевышний пошлет Машеха, так это мы должны быть Машехом. То есть, всюду, где Всевышний говорит, я сделаю, это значит, что он сделает через нас самих. То есть, я сделаю, говорит Всевышний, значит будут такие исторические условия, будет такая возможность. Я вам дам возможность это сделать. Но сделать, сделать, конечно, не сам Всевышний, а мы. И вот это очень важная вещь. И опять-таки, когда евреи жили в диаспоре, то психологически это пассивность. Ничего мы делать вообще не можем, в своей жизни не руководим. Нам приходится ждать, что Всевышний сделает сам. А в Израиле мы понимаем, что мы сами все и делаем. Поэтому всякая фраза, я сделаю со стороны Всевышнего, это мы должны в Израиле, живя, понимать как то, что Всевышний создает условия. А сделаем физически, конечно, мы сами. В частности, это касается истребления Амалека, постоянения государства, постоянения храма, вообще всех вещей национальной жизни. И еще, наверное, здесь надо сказать, что в 18 стихе, значит, помнишь, что сделал тебе Амалек, а именно, как он встретил тебя по дороге и перебил за тебя всех ослабевших, а ты был узнен и утомлен и не боялся Бога. Слово «он» появляется у нас в переводе. На самом деле в Таре может быть понято и так, и так, что или что Амалек не боялся Бога и поэтому напал, или что ты не боялся Бога. Это описание тебя, что ты был изнулен, утомлен и не боялся Бога и поэтому смог перебить. Поэтому кто такие у нас ослабевшие и отставшие, изнуленные и утомленные и не боящиеся Бога? Они как бы в хвосте. И поэтому это может быть воспринято и как качество Амалека, и как качество тех, кого Амалек может побить. Теперь, почему боязнь или не боязнь Бога является здесь критической? Какая, казалось бы, разница? Там утомлен и изнулен – это понятно, что ты не мог хоть и не воевать. А почему боязнь Бога? И в этом смысле объяснение здесь следующее, что Амалек – это очень специфическая вещь. Амалек – это не враги евреев просто. Амалек – это фундаментальный враг евреев. И фундаментальный он происходит потому, когда ты выходишь из Египта. То есть, то, что здесь сказано, помнишь и сделал тебе Амалек на пути, когда выходили из Египта. Слово «когда выходили из Египта» жизненно существенно, потому что в процессе исхода и появляется Амалек, и только в процессе исхода. И поэтому, с этой точки зрения, Амалек появлялся в истории три раза. Когда евреи выходили из Египта, это была первая ситуация. Когда евреи выходили из Вавилона и строили второй храм. То есть, из Египта они выходили и строили первый храм. Из Вавилона они выходили и строили второй храм. И там история Пурима и опять-таки Амалек. И третье – это сегодня, когда мы строим третий храм, и, соответственно, есть катастрофа Второй мировой войны, нацизм, который является Амалеком сегодняшнего дня. То есть, Амалек приходит только тогда, когда есть исход. И не побоялся Бога, то, что Амалек не побоялся Бога – это понятный комментарий. Он на тебя нападает и боится Всевышнего. Но в какой смысл же ты не боишься Бога, и почему тебя нападает Амалек? Потому что причина Амалека – это недостаточная богобоязненность. Не в смысле веры, а в смысле веры в проведение. То есть, вера в исход. Что такое недостаточная вера в исход? Ну, скажешь, Амалек появляется только, когда есть исход. Потому что в 17 стихе, когда вы выходили из Египта, это описание сущности Амалека, а не просто описание того, что было тогда. Что такое вообще вера? Вера – это не просто соблюдение заповедей. Вера – это то, что вера – это доверие Богу, который управляет миром вокруг нас. И поэтому все нападения Амалека связаны не просто с исходом, а с задержкой твоих действий при исходе. Когда пора выходить, а ты не выходишь. Когда надо что-то делать, а ты это не делаешь. И в этом смысле все три ситуации, все три исхода, которые мы говорим, они все имеют этот характер. То есть, при исходе всегда есть проблема доверия к Богу, что исход происходит. И поэтому, когда евреи выходили из Египта, то они всеми жаловались и говорили, есть ли Бог среди нас. И, как известно, Медеяш это и связывает, что евреи говорили, есть ли Бог среди нас, и поэтому на них напал Амалек. Когда евреи, то есть, именно Амалек нападает из-за недостаточности веры в исход, в то, что происходит Геолах. И точно так же в истории второго храма, когда уже было разрешение Кира, и евреи медлили и не выходили из Персии, не стрелывали второго храма так активно, как надо было. И поэтому были те, кто остановили строительство и жалобы, просто потому что евреев было мало, они не могли, не делали это активно. И опять-таки пришел Амалек в виде истории Амана. И в наше время, когда уже была декларация Бальфуэра, было решение легенации, что можно строить государство. И евреи не торопились строить государство. И вот это опять-таки тоже приходит Амалек. То есть, это нельзя воспринимать в смысле награды и наказания, просто потому что это вещи, которые выше уровнем, чем награды и наказания. Это не проведение добра и зла, где есть награды и наказания, а это проведение единства. То есть, есть некое устройство мира и некое стремление к продвижению. И Амалек, он меняет эту, как бы, вот такую ужасную и чудовищную функцию подталкивания евреев к их продвижению. И поэтому не побоялись Бога, конечно, евреи не слишком понимали, не слишком надеялись, что происходит геула. И тогда нападает Амалек. И именно в этом смысле, может быть, нужно понимать катастрофу Второй мировой войны. И, с одной стороны, невозможно, конечно, избавиться от того, что катастрофа связана с созданием Израиля, что это было, естественно, рядом. Что та энергия, с помощью которой был построен Израиль, это была энергия противостояния к катастрофе. И тот ужас, который был к катастрофой, он подтолкнул евреев к тому, чтобы строить, а, с другой стороны, совершенно невозможно осматривать катастрофу в понятиях награды, наказания. Здесь, конечно, все совершенно не соотносится, и это совершенно приниженное понимание, которое, конечно, никак катастрофе не соответствует. Что там были грехи, за это наказание – это, конечно, абсолютно неверный уровень рассмотрения. И как связать эти вещи? С одной стороны, связь явно есть, а, с другой стороны, рассматривать это на уровне добра и зла абсолютно невозможно. Так вот, причина именно в том, что Амалек всегда появляется в качестве того, нападая на того, кто недостаточно боится Бога, а, с другой стороны, это невозможно обойти. Во всех случаях исхода это всегда происходило. И в первом, втором, и вот сегодня в третьем храме. И поэтому здесь ничего не поделаешь, так мир устроен. Вот. И сказано, что когда Господь, Бог твой, даст тебе покой, вот тогда ты уничтожь. Там, саты и память об Амалеке, известно, что это саты и память об Амалеке, не забудь, это противостояние, известно, объясняется, что память об Амалеке – это не то, что о нем помнить. Помнить о нем нужно, а нужно его уничтожить, если память об Амалеке в смысле деятельности Амалека. И в этом смысле в первом храме это было сделано тогда, когда царь Саул был послан уничтожить Амалеке, он не уничтожил их полностью, но все же очень сильно сдавил, хотя то, что не полностью, это потом плохо оказалось, как вам известно из истории. В втором храме это то, что перебили Аманы и его, всех, кто выступал против евреев в истории Пурима, а в третьем храме, я уж не знаю как, но нам, наверное, предстоит как-нибудь уничтожение Амалека, поскольку сегодня все это уже не конкретный народ и не конкретные люди, а скорее некоторая идеология антисионизма. Я бы сказал, что наша победа над идеологией антисионизма, это и будет в мировом масштабе, это и будет уничтожение Амалека в наше время.